Альфред хочет стать супермоделью, поэтому он посещает шикарный кастинг в Нью-Йорке, надеясь на лучшее. В файе стоит очередь из его соперников. Один из них не с этой планеты. Сможете угадать кто? Этот парень со змеиными глазами. Дейзи, фотограф, приглашает Альфреда в свою студию, чтобы сделать несколько снимков. Через несколько дней она получает распечатанные снимки и пугается. Почему? Посмотрите на тело Альфреда на этой фотографии. Обе его ноги правы. Альфред получает работу мечты. Известный журнал пригласил его для съемки своей обложки. Он приезжает в студию пораньше, чтобы подготовиться. Перед началом фотосессии Альфред смотрится в зеркало. Фу, у него по всему лицу аллергическая сыпь. Альфред допрашивает трех подозреваемых. Ассистентка говорит, мне сказали, что у вас аллергия на арахис и ягоды, поэтому мы приготовили только безопасные закуски. Визажистка говорит, я не прикасалась к вашей еде. Я нанесла вам макияж и ушла пить кофе. А уборщица говорит, я знаю, насколько чувствительна модель. Вот почему я использую только органические гипоаллергенные чистящие средства. Можете догадаться, кто виноват в аллергии Альфреда. Визажистка. Хотя у нее не было доступа к его еде, у нее был доступ к его лицу, и она могла что-то подмешать в косметику. Альфреда нанимают в качестве модели для каталога одежды. Его просят надеть эти модные джинсы. Можете сосчитать точное количество дыр на этом предмете одежды. Эти две дырки сквозные, так что на самом деле это четыре отверстия, а не два. А эта дырка находится только на передней части штанины, плюс одно отверстие. Но это еще не все. У любых джинсов есть еще три отверстия. Два внизу штанин и одно сверху на поясе. Так что правильный ответ – восемь. Альфред задержался в студии, чтобы написать пост. И теперь он наконец-то идет домой. Он идет по темному коридору офисного здания. Вдруг Альфред слышит крик о помощи. Голос доносится из кладовки. Он открывает дверь. «Дейзи, кто закрыл тебя здесь?» Дейзи отвечает. «Понятия не имею. Я пошла на восьмой этаж, чтобы поесть в китайском ресторане. Но оказалось, что сегодня там санитарный день, поэтому я решила пойти домой. Тут кто-то надел мне на голову мешок для мусора и запер меня здесь». Утром Альфред решил допросить пятерых подозреваемых. Уборщица говорит. «Я мыла окна на восьмом этаже». Визажистка говорит. «Я мыла кисти в ванной». Ассистент говорит. «Я помогал визажистке, но ушел домой раньше». Стилистка говорит. «Я ужинала в местном китайском ресторане, а потом пошла на концерт». А оператор говорит. «Я вчера приболел, поэтому рано ушел домой». Кто запер Дейзи? Стилистка. Китайский ресторан вчера был закрыт. Шестеро друзей оказались в ловушке в пещере. К сожалению, они оставили всю еду в лагере, поэтому они голодают в ожидании прибытия спасателей. Вдруг Альфред находит в своем кармане пять печеней. Сможете найти самый простой способ разделить эти пять печеней между шестью людьми поровну? Нужно разделить первые три печенья пополам, а оставшиеся два – на три части. Таким образом, каждый человек получит одну половину и одну треть печенья. Альфред возвращается из отпуска и проверяет электронную почту. Он видит три новых предложения о работе. Фрэнсис приглашает Альфреда принять участие в неделе моды в Нью-Йорке. Джулия предлагает хорошие деньги за рекламу шампуня, а Кристал предлагает ему стать лицом известного бренда одежды. Один из этих работодателей – мошенник. Сможете сказать, кто? Кристал. Название Гуччи написано неправильно. Альфред прибывает на место съемок рекламы шампуня. Он заходит в гримерку и видит свою партнершу-актрису Эмбер. У нее небрежная короткая стрижка. Эмбер кричит. «Я уснула на 30 минут, и кто-то отрезал мои прекрасные длинные волосы!» Альфред задает трем подозреваемым всего один вопрос. «Что вы делали последние 30 минут?» Визажистка говорит. «Я вела трансляцию для своих подписчиков». Охранник отвечает. «Мой перерыв на кофе начался 30 минут назад, поэтому я пошел к автомату и купил горячий шоколад. Ну а потом я получил задание поймать незнакомца с ножницами. Я выгнал его и вернулся на свое рабочее место». А стилист говорит. «О, я провел последние 20 минут в туалете. Мне не следовало есть морепродукты на завтрак. Можете помочь Альфреду распознать лжеца». Это охранник. Он говорит, что купил напиток 30 минут назад. Но почему он все еще горячий? Альфред приезжает на неделю моды. Он живет в отеле с соседом по комнате Билли. А Альфред бросает беглый взгляд на чемодан Билли и сразу же замечает три странные детали. А вы можете их заметить? Зачем ему крем для бритья, если он пользуется электропритвой? Название книги напечатано вверх ногами. И к этому носку нет пары. Эдвард и Стэн – лучшие друзья. Эдвард живет со своей женой Линой, а Стэн живет один. Сможете сказать, где дом Стэна? На холодильнике в правой кухне любовная записка. Следовательно, Стэн живет в доме слева. Эдвард в ярости, потому что Лейна без разрешения убралась в его домашнем кабинете. Сможете заметить пять изменений? Вот они! Многие соседи пришли на гаражную распродажу к Эдварду. Один из них – робот. Можете сказать, кто? Этот джентльмен. Стэн пришел на фудкорт и увидел две похожие пекарни. Сможете найти пять различий между ними. Вот они! Как насчет этих заведений, где подают бургеры? Сможете найти десять отличий? Вот они все! Сможете заметить ошибку в этом меню. Среди мороженого оказался тунец. Что вы думаете об этом кофейном меню? Здесь есть ошибки? Бесплатные добавки на самом деле не бесплатные. Стэн работает в агентстве, которое проводит суперсекретные расследования. Оно ищет людей со сверхспособностями по всей планете. Однажды анонимный пользователь взломал корпоративную систему агентства, где хранились все данные. Стэн находит трех подозреваемых, которые были способны на такое преступление, и допрашивает их. Он задает только один вопрос. Что вам удалось узнать, когда вы украли данные? Билли отвечает. Я не совершал подобных преступлений уже 15 лет. Я не хочу возвращаться в тюрьму. Анна говорит. Я собиралась украсть ваши данные, но передумала. У вас не было никакой ценной информации. Никто не поверит в супергероев. Алиам отвечает. Если бы я совершил такое преступление, я бы скрыл все следы. Кто лжет? Анна. Она не могла узнать секретную информацию, не взломав систему. Стэн посещает показ мод. Он знает, что одна из этих моделей – робот. Сможете сказать, которая? Вторая дама. У нее на шее USB-разъем. Модель робот Нина очень известна, и никто не знает, что она не человек. Стэн приглашает ее к себе в офис. Нина признается. Я прибыла с другой планеты, чтобы изучать поведение людей. К сожалению, кто-то записал их тайную беседу и выложил ее в интернет. В офисе в этот момент находились только четыре человека. Стэн задает им вопросы. Райан уборщик говорит. Я пылесосил на пятом этаже и ничего не слышал. Мия менеджер говорит. Я большая поклонница Нины, хотя она и не человек. Я бы никогда не подставила ее. А охранник Билли говорит. Я не слышал вашего разговора. Я смотрел футбольный матч в наушниках. Кто лжет? Райан. Их офис – это четырехэтажное здание. Нина приглашает Стэна на ужин. Она живет в большом круглом доме с горничной, дворецким и садовником. Нина идет в свою комнату, чтобы переодеться. Вдруг Стэн слышит ее крик и бежит к ней. О, нет, кто-то взломал мой сейф и украл мое бриллиантовое колье. Стэн расспрашивает персонал. Дворецкий говорит, что занимался организацией библиотеки. Горничная говорит, что вытирала пыль по углам. А садовник говорит, что поливал розы. Кто лжет? Горничная. Она вытирала пыль по углам. Но Нина живет в круглом доме. В нем нет углов. Стэн приглашает Нину в модный ресторан, чтобы опровергнуть слухи о том, что она робот. Сможете ли вы заметить ошибки в этом меню? Кто-то перепутал гранат с мясом. Официант приносит заказ. Стэн выходит из-за стола, чтобы помыть руки, возвращается через две минуты. Можете заметить пять изменений. Вот они. Нина поскальзывается и падает на пол. Теперь ей нужно как можно скорее заменить сломанный фрагмент в своем теле. Стэн отводит ее в секретную лабораторию. Чтобы открыть дверь, нужно ввести трехзначный код. Он начинает искать подсказки и замечает, что они написаны на стене. Но последняя цифра стерта. Можете помочь ребятам взломать код. Цифры указывают на количество точек пересечения. Таким образом, последняя цифра – четыре. Наши герои открывают дверь и попадают в просторный коридор. На стене висит записка. Лаборатория находится за фиолетовой дверью. Можете помочь ребятам найти фиолетовую дверь. Первая дверь деревянная, но на ней есть надпись и стрелка, указывающая, что фиолетовая дверь находится справа. Вторая дверь окрашена в синие и красные цвета, поэтому она не подходит. Давайте внимательнее посмотрим на третью дверь. Под слоем желтой краски есть фиолетовый цвет. Значит, ребята должны выбрать эту дверь. Нина устраивает вечеринку у себя дома и приглашает Стэна. Она получает анонимное сообщение. Среди гостей есть оборотень. Вы можете найти этого человека? У первой дамы очень длинные ногти, а у второго парня густая борода. Но это ничего не доказывает. Давайте посмотрим на третью даму. Она пытается спрятать свои блестящие желтые волчьи глаза с замодными солнцезащитными очками. На кухне Стэн встречает трех поваров, готовящих вкусные блюда. Один из них – преступник. Сможете догадаться, кто? Третья женщина. Она добавляет в еду осколки стекла. Стэн вызывает полицию, и третьего повара арестовывают. Она признается, что один из гостей Джон подкупил ее. Он попросил ее положить стекло в тарелку Стэна. Но на вечеринке три Джона. Офицер задает им всего один вопрос. «Откуда вы знаете Стэна?» Первый Джон отвечает. «Я – миллиардер. Я не хожу на допросы без адвоката». Второй Джон говорит. «Я пришел сюда только для того, чтобы увидеть Нину, потому что она мне нравится. Я никогда раньше не видел Стэна». А третий Джон говорит. «Мы со Стэном учились в одном колледже. Я не видел его много лет. Но сегодня мы случайно встретились». Кто лжет? Первый Джон. На нем поддельный свитер от Гуччи. Маловероятно, что он – миллиардер. На следующий день Стэн просыпается в пыльном подвале. Жутковатый голос говорит, что Стэн может пройти через одну из этих трех дверей. За первой дверью – резервуар с крокодилами. За второй дверью – джунгли, полные диких животных. А за третьей дверью находится гигантский синий кит. Он может легко проглотить взрослого человека. Какая дверь – более или менее безопасна? Стэн должен выбрать третью дверь. Киты не могут выжить без воды. Поэтому он не представляет угрозы. Привет, мои дорогие детективы! Я приготовил новую порцию хитрых загадок, чтобы потренировать ваш острый ум. Начнем! Однажды летней ночью Эмили устроила большую вечеринку. Но утром она обнаружила, что кто-то украл все ее украшения и деньги. У полиции есть трое подозреваемых. Дэниел – парень Эмили, Лили – ее лучшая подруга, и Ханна – сестра девушки. Дэниел рассказал полиции, что всю ночь напролет играл со своей подругой в компьютерные игры. Лили почувствовала себя плохо и ушла домой посреди ночи. Она сказала, что ничего не знала о краже, когда ей позвонили из полиции. Ханна сказала, что пробыла на вечеринке до 7 утра, а потом поехала домой на такси, потому что никто не мог ее подвезти. Было темно, и она ничего не видела. Кто лгал? Ханна – в 7 утра летом на улице уже светло. Однажды известный футболист-тренер пропал прямо из раздевалки. У полиции было трое подозреваемых, и все они были из его команды. Брэндон сказал, что после тренировки он остался на поле, чтобы еще немного потренироваться. В раздевалке он пока не был. Эндрю поклялся, что после тренировки вышел на улицу, чтобы встретиться со своей девушкой. А Джеймс сказал, когда я выходил из раздевалки, тренер все еще был там. Кто стоит за исчезновением тренера? Это Брэндон. Он сказал, что не был в раздевалке. Но посмотрите, на нем не форма, а уличная одежда. Сумасшедший профессор похитил Зои и держал ее в своем доме. Возможно, он собирался проводить на дне эксперименты. Девушка не могла убежать, но однажды ученому стало скучно. Завтра ты должна будешь приготовить для меня завтрак. Если мне понравится, я отпущу тебя. Если нет, то о тебе больше никто не услышит. Утром Зои пошла на кухню и начала готовить. Когда она отвернулась от плиты, ученый бросил в кастрюлю целую коробку соли. Однако, когда Зои подала ему завтрак, он понял, что должен освободить девушку. Можете догадаться, что приготовила Зои? Девушка сварила яйца. Мужчина на мотоцикле врезался в витрину магазина мистера Руби. Схватил несколько других часов и уехал. Когда приехала полиция, мистер Руби сказал, что он почти уверен, что это был его племянник Патрик. Полицейские отправились навестить парня. Из-за сильного ливня им потребовался час, чтобы добраться до места. Патрик был дома со своим другом. Посмотрите, какая погода. Я не выходил на улицу со вчерашнего дня. Друг Патрика подтвердил его слова. Но полицейские не поверили их рассказу и арестовали Патрика. Почему? Шлем парня висит на мотоцикле. Если бы он находился там с предыдущего дня, то уже был бы наполнен дождевой водой. Четверо друзей пошли вместе в кафе. Двое из них, Линда и Майк, заказали большой чайник черничного чая. Кристина взяла лимонад, а Оскар предпочел апельсиновый сок. Через полчаса Линда и Майк потеряли сознание и были срочно доставлены в больницу. Когда полиция провела анализ чая, который они пили, то обнаружила в нем яд. Главными подозреваемыми, конечно же, были Кристина и Оскар. Почему они не пили чай? Кристина сказала, что не любит чай с ягодами, а Оскар объяснил, что у него аллергия на ежевику. Кто виновен? Это Оскар. Он сказал, что у него аллергия на ежевику, но чай, который пили его друзья, был с черникой. Дэвид работал на стройке. Однажды кто-то напал на него, и потерявшего сознание мужчину доставили в больницу. У полицейских, прибывших для расследования этого дела, было трое подозреваемых, которые также работали на стройке. Алекс, Райан и Джон. Алекс сказал, «Я клал черепицу на крышу, когда произошел несчастный случай». Райан признался, что спал под деревом, а Джон заявил, что в это время он клал кирпичи. Можете определить, кто уже? Это Алекс. У здания еще нет крыши, поэтому он не мог укладывать там черепицу. Вы купили в зоомагазине маленького симпатичного кролика. Животное может размножаться каждые два месяца, и каждый раз оно будет рожать пять малышей. Сколько кроликов у вас будет через год? У вас будет только один кролик. Если вы хотите разводить маленьких крольчат, вам придется купить двух кроликов. Внимательно посмотрите на этих людей. Кто из них русалка? Обращайте внимание на каждую мелочь. Это парень справа. Смотрите, у него перепончатые руки. Эллисон выиграла главный приз в миллион долларов на игровом шоу. Но когда съемки закончились, выяснилось, что ведущий шоу исчез вместе с призом. Полицейским удалось войти в компьютер в его офисе. Они увидели, что ведущий отправил своей девушке следующее сообщение. Похоже, ведущий сказал ей, куда он едет. Полиция отправилась в аэропорт. Но на какой рейс собирался сесть ведущий? Сможете ли вы это выяснить? Давайте посмотрим. Две первые буквы слова «Атом» — это «Ад». Если мы возьмем три буквы из слова «Ландыш», то получится «Лан». А две первые буквы слова «Тату» — это «Та». Вместе эти буквы составляют слово «Атланта». Поспешите к выходу на посадку, офицеры. Джек заблудился в лесу. Вдруг он увидел замок. Он бросился туда и столкнулся с хозяином замка. Ты должен ответить только на один вопрос. Если ты выиграешь, я покажу тебе выход из леса. Но если ты проиграешь, то никогда не покинешь мой замок. Джек согласился. Хозяин сказал, на стене висят четыре зеркала. В одном из них отражается огнедышащий дракон Нирин. Во втором — прекрасная русалка Лора. В третьем зеркале ты можешь увидеть страшного вампира Сэма. А в четвертом — единорога Дэвида. Выясни, какое из отражений ненастоящее и быстро. Отражение вампира Сэма ненастоящее. Вампиры не могут отражаться в зеркалах. Сегодня я проверю вашу внимательность. Обращайте внимание на каждую мелочь, и вы разгадаете все загадки. Марк шел вдоль реки и услышал крик. Это была молодая женщина, которая тонула. Парень бросил куртку и рюкзак на землю и прыгнул в воду. К счастью, он успел вовремя. Когда Марк вытащил женщину из реки, он увидел прохожего, стоящего рядом с его вещами. К сожалению, я не умею плавать, но я присматривал за вашими вещами, сказал мужчина. Тогда зачем вы рылись в моем рюкзаке? Спросил Марк. Как он понял, что кто-то открывал его рюкзак? Когда он бросил рюкзак на землю, молния была на левой стороне, но теперь она на правой. В жаркий день Томас заключил пари со своими друзьями. В это время они прохлаждались в саду, пили воду и лимонад. Томас сказал своим друзьям, что вода, произведенная разными компаниями, разная на вкус. Вы можете завязать мне глаза. Я сделаю глоток из двух бутылок воды. Из той, что у нас на столе, и из бутылки другого производителя. Я видел ее на кухне. Спорим? Я смогу отличить. Именно так он и сделал. Друзья уже готовы были отдать Томасу выигранные деньги. Но один из них вмешался. Ты жульничал? Сказал он. Почему он так подумал? Был жаркий день. Неудивительно, что вода, простоявшая несколько часов на улице, была намного теплее, чем принесенная из кухни. Кто-то ограбил банк в крупном городе. Полицейский детектив отправился известить главного подозреваемого, которого уже несколько раз задерживали. На этой неделе я плохо себя чувствовал и не выходил из своей квартиры три дня. К счастью, я не нуждался в еде. Мой холодильник полон. Можете убедиться в этом сами. Сказал мужчина и открыл свой холодильник. Но детектив понял, что мужчина лжет. И арестовал его. Как он догадался? Во-первых, буханка хлеба на столе выглядит свежей. Во-вторых, если бы мужчина сидел дома уже три дня, его холодильник не был бы таким полным. Мистер Блэк продавал красивые редкие вазы. На полках его магазина стояли десятки таких ваз. Однажды мужчина вызвал полицейских. Когда они приехали, у хозяина была перевязана голова. А в его магазине царил беспорядок. Какие-то парни в масках вбежали в мой магазин, схватили деньги и самые дорогие вазы. Потом они ударили меня по голове, я потерял сознание. Полицейские сразу поняли, что мистер Блэк лжет, чтобы получить деньги по страховке. Как? Несмотря на то, что большинство ваз лежит на полу, они даже не треснули. Если бы вазы упали с полок во время ограбления, они бы разбились в дребезге. Посмотрите на этих двух девушек. Как вы видите, они обе популярные блогеры. У них также одинаковое количество лайков. Но с одной из них что-то не так. Должно быть, она что-то скрывает. Что именно? У девушки справа поддельная сумка. Логотип на ней похож на логотип Шанель. Но под ним написано Гуччи. Марсель ехал по опасной горной дороге. Вдруг он увидел человека, сидящего на обочине и остановился. Оказалось, что мужчина не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и мужчину выбросила из окна. И теперь его очень дорогая машина не подлежала ремонту. «Не могли бы вы выступить свидетелем, когда я буду готовить документы для страховой компании?» Спросил мужчина у Марселя. Тот согласился, но попросил мужчину показать ему, что находится внутри салона. Мужчина достал из кармана ключ и отпер поврежденный автомобиль. «Я не буду участвовать в этом мошенничестве», — сказал Марсель. «Почему он решил, что мужчина лжет?» «Если бы мужчину выбросило из машины, ключ бы находился в замке зажигания». Дилан и Сьюзан были счастливы в браке 10 лет. Однажды Дилан уехал в командировку. Когда он вернулся, Сьюзан сразу поняла, что этот мужчина не был ее мужем. Как она догадалась? Дилан всегда носил обручальное кольцо. Если вы были внимательны, то наверняка заметили его на пальце. Но у человека, который вернулся к Сьюзан, обручального кольца нет. Полиция выяснила, что контрабандист собирался покинуть страну через крупнейший аэропорт города. Туда прибыл детектив и задержал трех человек, которые выглядели подозрительно. Посмотрите на них и попытайтесь выяснить, кто из них контрабандист. Это третий пассажир. Его чемодан полон совершенно случайных вещей. Женские туфли, несколько носков, пара старых грязных джинсов и даже парик. Кроме того, в закрытом состоянии чемодан выглядит гораздо больше, чем в открытом. Муж Сары, Мишель, был профессиональным велосипедистом. Ему предстоял сложный турнир по велоспорту. «Я обещаю, что принесу тебе букет, который вручают победителю», – сказал Мишель Саре. Через четыре часа он вернулся с прекрасными цветами. Но Сара сразу же поняла, что Мишель не выиграл турнир. Как? Цветы на самом деле из сада Сары. Такие же цветы растут рядом с домом. Посмотрите на этих людей. Мужчина находится в больнице. Он потерял память. А эти две женщины утверждают, что они его партнерши. Одна из них лжет. Но которая? Женщина слева лжет. Если бы она была его женой, у нее на пальце было бы обручальное кольцо. Посмотрите на этих людей. Можете определить, кто из них вампир. Готовы ли вы бросить вызов своему интеллекту? Вы можете разгадать эти крутые головоломки самостоятельно, а затем удивить своих друзей за столом. Не стесняйтесь поставить видео на паузу, если вам нужно больше времени на размышления. Итак, мы разложили эти шесть монет специально для вас. Сможете ли вы превратить эту фигуру в шестиугольник всего за три хода? Минутку. Есть одна загвоздка. Вы можете сдвинуть только одну монету и положить ее туда, где она касается двух других. И она не должна мешать другим монетам во время движения. Удачи! Получилось? Вот правильный ответ. Делаем раз, два и три. Вуаля! Ваш идеальный шестиугольник готов. Вы также можете использовать эту загадку в обратном порядке, чтобы предложить ее своим друзьям. Вот еще одна загадка в форме шестиугольника. Задача состоит в том, чтобы расположить эти монеты в треугольник всего за четыре хода. Правила те же. Каждый ход должен заключаться в перемещении всего одной монеты на новое место, где она касается как минимум двух других монет. Вы готовы? Давайте начнем. Вот правильное решение. А теперь задача состоит в том, чтобы сделать крест из пяти монет по вертикали и пяти по горизонтали. Но вы можете перемещать только две монеты. Звучит невозможно. Но на самом деле выход есть. Удачи! Возможно, вы думаете, что количество монет недостаточно для выполнения этой задачи. Но если мы положим в центр столбку из трех монет, это станет вполне возможным. Магия! Следующая головоломка также проверит вашу способность мыслить нестандартно. Восемь монет расположены в форме буквы «Н». Задача состоит в том, чтобы переместить всего четыре монеты, чтобы получилась форма «О». Каждая из четырех монет должна всегда касаться двух других в фигуре. При этом не допускается наличие зазоров. Хорошо, давайте посмотрим ответ. Один, два, три и четыре. Это намного проще, чем кажется. Для построения этого треугольника потребовалось десять монет. Можете ли вы перевернуть его, переместив всего три монеты? Прежде всего возьмите верхнюю монету и переместите ее вниз. А теперь просто выровняйте эти две монеты. Вуаля! Треугольник перевернулся. А вот и следующая головоломка. Эта квадратная фигура состоит из девяти монет. Задача состоит в том, чтобы превратить квадрат в треугольник. Перемещает только две монеты. Вы можете перемещать их куда угодно. Но вы должны использовать все девять монет в конечной форме. Сможете решить эту задачу. Готовы увидеть ответ? Просто передвиньте эти две монеты. Вот и все. Уже кружится голова? Но на самом деле есть альтернативный ответ на эту загадку. Хотите попробовать? Давайте вернем монеты в исходное положение и подумаем еще раз. Вот второе решение. Следующее задание. Переместить всего одну монету и составить две линии. Каждая линия должна состоять из четырех монет. Сможете ли вы это сделать? Эта головоломка требует нестандартного мышления. Но ответ прост. Нужно всего лишь положить эту монету сюда. И вот она. Давайте попробуем решить следующую головоломку. Задача состоит в том, чтобы переместить всего три монеты, чтобы перевернуть всю фигуру. Сможете ли вы это сделать? Готовы увидеть решение? Шаг первый. Переместите эту монету сюда. Шаг второй. Эту сюда. И, наконец, шаг третий. Для следующей головоломки потребуется дополнительный реквизит. Четыре спичечные палочки. А теперь давайте продолжим и поместим монету наружу, передвинув не более двух спичек. Но будьте осторожны. Вы должны создать ту же форму, с которой начали. Только на этот раз монета должна находиться за пределами параллельных спичек. Если вы хотите разгадать эту загадку, постарайтесь превзойти свои ожидания. И удачи! Ну как? Как дела? Вот решение! Сдвиньте эту спичечную головку вот так, а эту положите сюда. Миллиардер хочет расширить бассейн в своем саду и просит вас о помощи. Но рядом находятся четыре старых дуба, и вы не можете их убрать. Сможете ли вы добавить четыре спичечные палочки и изменить всю форму, чтобы получился новый квадратный бассейн? Вот решение! Проще, чем кажется, да? Давайте посмотрим на следующую загадку. Перед вами квадрат. Каждая сторона построена из четырех спичечных палочек. Задача состоит в том, чтобы добавить десять спичек и разделить исходный квадрат на четыре области одинакового размера и формы. Как дела? Вы его разгадали? Вот правильный ответ. Эти спички расположены в форме звезды Давида. Задача состоит в том, чтобы добавить двенадцать спичек и создать девять тромбов. Сможете ли вы это сделать? Вот решение! Давайте посмотрим на следующую головоломку. Вот квадрат. Можете ли вы переместить всего одну спичечную головку, чтобы создать шесть квадратов? Вуаля! Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Есть десять спичечных палочек, расположенных в двух направлениях. Шесть расположены вертикально и пять горизонтально. Задача состоит в том, чтобы передвинуть одну спичку так, чтобы в обоих направлениях было по шесть спичек. Готовы увидеть ответ? Просто положите эту спичечную головку сюда. Не нужно быть великим математиком, чтобы решить следующую загадку. Но она может заставить ваш мозг попотеть. Два плюс семь минус два плюс семь. Можете передвинуть одну спичку и изменить конечный результат на тридцать. Вуаля! На столе лежат семь спичек. Задача состоит в том, чтобы расположить их так, чтобы каждая касалась остальных. Сможете ли вы это сделать? Никто не говорил, что все спички должны быть плоскими на поверхности. Вот как выглядит правильное решение сверху. Вы должны поставить седьмую спичку вертикально в центре. Следующая головоломка сложнее, чем кажется. На столе лежат три серебряные и две золотые монеты. Они расставлены одна за другой. Нужно переставить их так, чтобы отделить золото от серебра всего за пять ходов. Но есть одна загвоздка. Вы можете переместить пару золотых и серебряных монет только вместе. Они должны касаться друг друга. Например, этот ход можно сделать, а вот этот нельзя. Готовы попробовать? Помните, всего пять ходов. Вы можете поставить видео на паузу, если вам нужно дополнительное время на обдумывание. Давайте начнем! Готовы увидеть решение? Шаг 1. Переместите эту пару сюда. А теперь шаги 2, 3, 4 и 5. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова